В Паранайске глыба снега упала с крыши пятиэтажного дома на коляску, где находился 9-месячный ребенок. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану лица. И был доставлен в термотологическое отделение местной ЦРБ. Мама младенца обратилась с заявлением в полицию. Прокуратура области начала проверку. В ходе проверки будет оценка действий как органов местного самоправления, так и управляющей компанией, которая обслуживает соответствующий мой квартирный жилой дом. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Пользователь сайта stv.ru сообщила о поврежденном рюке между 60-м и 64-м домом на проспекте Победы. Колодец не огорожен и какие-либо меры не предпринимаются, пишет народный корреспондент. Мы сегодня выехали на место и увидели, что по колодцу ездят автомобили, так как его сложно увидеть в снегу. Что говорить о тех, кто проходит здесь в темное время суток? Ну, небезопасно, конечно, раз есть такая дырка. Но вот так, собственно, я не обращал внимания на нее. Конечно, детки упадут. Люк – частный вопрос, я думаю, они его доберут, решат. Это надо просто им, чтобы какая-то была система контроля за качеством обслуживания дорог. В апреле прошлого года мы уже рассказывали о яме в этом районе. Здесь провалился асфальт. Глубина составляла около двух метров. Тогда сюда приехали специалисты и засыпали ее. Сегодня, после нашего звонка, сюда также выезжали специалисты ДГХ. Они выяснили, что данный колодец принадлежит Ростелекому. Туда они и направили заявку. А управляющая компания ЖОУ-2 пообещала огородить опасное место сегодня же. Продолжение следует...